Ну что, я вас всех поздравляю. Если мои подсчеты верны, сейчас я записываю уже сотую серию. А это абсолютное рекордище, круглая дата, которую вряд ли когда-то что-то сможет побить. Хотя, может, я ошибаюсь. Меня больше волнует, как трехзначную цифру поместить на превьюшку. Придется ее расширять. Конечно, если я когда-то примусь за какой-нибудь Скайрим, то там еще больше будет серий. Хотя, может, даже Катава, если ее буду проходить, тоже может накопиться столько, черт его знает. Это еще не считая модов, которые я буду на бесконечное лето проходить. Так что, в принципе, да. Как бы там ни было, сейчас у нас раскрываются какие-то очень интересные моменты. Он мог уехать с Юлей на автобусе тогда, в истинной концовке. Видимо, это так. С другими пионерами. Но в какой-то момент с ней поссорился и из автобуса вышел. Это пока то, как я предполагаю, и не более. Потому что, я не знаю, загадок только все больше. Ты... Ты действительно хочешь, чтобы я поверил, что ты мне помогаешь? Ну а что я, по-твоему, делаю сейчас? В конце концов, я всегда вам помогаю. Ну да, конечно. Я вновь опустился на землю и тяжело вздохнул. Идти мне в таком состоянии действительно некуда. Ну, и когда твои пионеры вернутся? Скоро. Неопределенно ответила она. Хорошо. Посидим, подождем. Мне уже терять нечего. Возвращаемся к сценам с Женей. Ты смотри, у них все получилось. На площади собрался весь лагерь. Ульянка гонялась за электроником, тщетно пытаясь отобрать сделанный из картона сильно помятый шлем космонавта. Сценка первого выхода человека в открытый космос не обошлась без курьезов. Импровизированной ракетой кибернетиком послужил памятник Генди, с которого Шурик и навернулся в самый ответственный момент. Хорошо еще до Земли лететь было несколько ближе, чем с околоземной орбиты. Да и встретила она незадавчивого пионера почти как в песне. Травою дома. Хватит бегом! Хватит бегать! Совсем убьетесь! Прочитала Ольга Дмитриевна. Даже я не знаю, что в данной ситуации ее волновало больше. Здоровье кибернетика или имидж лагеря, где с незапамятных времен 365 дней в году без несчастных случаев. Женя, стоявшая рядом, дергала меня за рукав, но я, слишком увлекшись представлением, не сразу обратил на это внимание. Я все понимаю, но неужели не могли нарисовать спрайт в свадебном... ...костюме, господи. Ну вы поняли. В свадебном платье. Ну? Что? Ты уверен, что нам стоит это делать? Так ты же сама хотела. И ничего я не хотела. Просто ты предложил, а я согласилась. Мы это уже сто раз обсуждали. Да и к тому же все не по-настоящему. Сама же знаешь. Ах! Значит теперь не по-настоящему. Она просто всю ответственность хотела теперь на Семена свалить. Хотя сама так сильно хотела. Слушай, красивое завершение, да? Сотая серия. Свадьба. Грозно сказала она. Я не в том смысле. Просто мы в этом мире. Не забывай. Через пару дней все повторится. Никто и помнится не будет об этом. Но главное, чтобы мы помнили. Да. Но я-то буду. Так кого ты больше стесняешься? Окружающих или сама себя? Женя покраснела и ничего не ответила. Ладно. Идите уже одевайтесь. Скомандовала нам Ольга Дмитриевна. Значит все-таки, может спрайт и будет. Готово? Женя кивнула. Слушайте, как это красиво. Через 10 минут на площади разыгралось странное для обычного пейнерлагеря зрелище. Да что там. Странным оно было даже для Савенка. Такое ощущение, знаете, что я их родственник. У меня сейчас прям слезы так покачатся. От трогательности. Ну я конечно шучу, но... Кстати, рисунок очень красивый. Я даже не знаю, кто его нарисовал. Вроде не стиль Смолева, не стиль Арики. Да и чувствовал я себя странно, стоя посреди толпы пионеров в старом советском костюме с чужого плеча. Конечно, не торжественный фраг, но всяко лучше шорты, рубашки с коротким рукавом. Женя же была облачена в наспех скроенное подобие свадебного платья. В другой ситуации я бы сказал, что она выглядит нелепо. Но только не сейчас. Сейчас это платье казалось мне красивее любых нарядов из пафосных салонов мод. Так какую сценку вы сейчас разыгрываете? Я забыла. Шепнула мне на ухо вожатая. Ольга Дмитриевна. Да какая уже разница? Давайте начинать. Ну ладно. Уважаемый Семен и Женя. Да, сейчас будет. Женя стояла красная как рак. И не знала, куда спрятать глаза. Боже, как это трогательно. Как бы раньше даже не было никаких намеков на то, что может быть романтические сцены с Женей. Но сейчас она совсем другой человек. И она мне очень симпатична. И вообще их отношения настолько странные, загадочные, мистические. Но если мы спим, если это наш персональный ад, так почему бы не сделать его чуточку радужней? На меня, видимо, она смотреть решительно не хотела. Все будет хорошо. Тихо сказал я. В толпе пионеров весело улыбалась Мику. Она выглядела так, как будто это ее собственная свадьба. Может быть немного глупо. Зато искренне. Лена, как обычно, краснела. Но изредка бросала на нас пристальные взгляды. Али со всем своим видом пыталась дать понять, что ее сюда затащили насильно. И будь ее воля, она бы лучше играла на гитаре. Или даже просто отсыпалась. А вот Ульянка была от всего представления явно в восторге. Детям для счастья много не надо. Славя же, как будто действительно радовалась за нас. И мило улыбалась. Давай уже закончим с этим побыстрее. Кажется, еще немного, и Женя засмущается насмерть. Ладно. Мы готовы. Крикнул я вожатый. Теперь предстояло сказать то, что обычно говорят на свадьбах. А будет там вальс Миндельсона, еще что-то. Конечно, точных слов я не знал. Да и все заготовленное заранее успешно забыл. Клянусь. Начал я дрожащим голосом. И в горе, и в старости. Нет, там как-то не так было. Да что ты мямлишь? Не слышно же ничего. Весело закричала Ульянка. Да тихо ты, а то на месте Жени окажешься. Угроза подействовала на нее мгновенно. И Ульяна замолчала. В общем, это... Еще минуту назад я был готов поклясться, что абсолютно спокоен. А сейчас не мог вымолвить ни слова. Что чувствовала Женя, оставалось лишь догадываться. Я собрался с духом. Клянусь быть с тобой и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности до конца дней своих, пока смерть не разлучит нас. До этого весело галдящие пионеры мгновенно замолчали. Наступила такая тишина, что я слышал, как бешено колодится мое сердце. Женя все так же стояла, потупив взгляд. Ну, теперь ты. Она набрала воздуха и выпрыла скороговоркой. Согласна выйти за тебя замуж, обещаю быть с тобой и в беде, и в бедности. Все. Толпа взорвалась смехом. Впрочем, для меня слова Жени прозвучали вполне серьезно. И давай заканчивать уже. А как же? А теперь можете поцеловать невесту? С шутливым тоном спросил я. Женя сверкнула глазами, явно давая понять, что в данной ситуации можно обойтись и без поцелуев. Наверное, она права. Да и для этого еще будет время. Первая брачная новость, все дела. Молодцы! Всем спасибо! А как же там можете обменяться кольцами? Кричала Ольга Дмитриевна. Вперед вышел электроник с фотоаппаратом. Вид у него был такой, что казалось, он бы сейчас с большим удовольствием нажимал в руках монтировку. Пару кадров на память. Ну вот еще. Орявкнул на него Женя. А они продолжают воспринимать этих людей как кукол? Ведь только они здесь настоящие остались. Не знаю, но как бы там ни было, даже и кукол Женя очень сильно стесняется. Да ладно тебе? Для семейного фотоальбома. Она помедлила немного, но все же состроила некое подобие улыбки. У нас все получилось как надо. Даже лучше, чем надо. Женя впервые за все время посмотрела мне прямо в глаза. Улыбнулась и сказала. Да. Наверное. Как это трогательно. Как это трогательно. Мне даже сейчас нелегко переключаться на поиски истины. Я очнулся, когда день уже клонился к вечеру. Жар отступил, а на правой руке обнаружился след от укола. Такие ему что-то вкололи? Неужели ушастая действительно помогла? Поначалу просто не верилось в то, что кто-то здесь способен на добрый поступок после всего, что случилось в последние дни. Я с трудом поднялся и направился в сторону лагеря. В конце концов, в лесу мне точно делать нечего. А хуже уже как будто быть и не может. Раз за разом в голове мелькала лишь одна мысль. Надо дотерпеть. Надо пережить эту неделю. А дальше будет проще. Я восстановлюсь физически. Появится даже немного времени, чтобы восстановиться морально. Только не отчаиваться, не опускать руки, не уподобляться ему. Блин, какая у него фобия развилась на эту тему. Чтобы ни в коем случае не стать похожим, как тот пионер, у которого была надежда выехать отсюда. Он что, не видел, что после того, как уехали, перестали новые пионеры приезжать, получается, да? Он что, не думает, что это путь к спасению? Он, видимо, уже и не хочет этого. Как будто жизни другой не существует за пределами этого лагеря. Который теперь существует только для него одного. Цирк уехал, клоуны остались, да? Как будто, да, знаете, бродячий цирк, не знаю, или город-призрак, да? Оттуда все уехали, а ты остался один, как будто этот город еще живет. Даже жутко об этом думать. Лучше умереть, чем так жить. По площади туда-сюда весело носились пионеры с рюкзаками, сумками и пакетами. Около генды, как маленький монумент стояла вожатая, уперев руки в боки, в боки, в боки, и грозно покрикивая. Я застыл, как вкопанный, не зная, чего ожидать. Этот мир находился в постоянном движении, меняясь на глазах. Еще вчера они хотели меня убить. А что сегодня? Эй, Семен! Крикнула вожатая, грозно посмотрев на меня. Кто? Я? Ты ко мне обращаешься? Почему еще не собрался? Нам промотали время? Юлия и пионеры хотят нам намекнуть, что уезжай нахрен! Вот тебе вторая попытка. Собрался? Я скорее разобрался. Сегодня последний день смены. Опять забыл? А ну-ка марш собираться. Мне не хотелось с ней спорить, просто не было сил. А удивляться я перестал уже давно, поэтому лишь бросил. А ничего, что я в таком виде? И показал на свою рваную одежду и синяки по всему телу. А что с тобой? Искренне удивилась вожатая. Как будто ничего и не было, слушайте. Все вернулось на круги своя. Обычный седьмой день. Вау. Интересно, что сделали пионеры Юлия, чтобы это все произошло. И что было до этого? Бегал по лесу и упал? Что за бред? По какому еще лесу? С какой стати мне вообще бегать по лесу? Ладно. Это твое дело. Мы уезжаем через полчаса. Опять опоздаешь? Останешься еще на одну смену. Слышите? Опять опоздаешь. Ухмельнулась она. Останусь еще на одну смену. Слушайте, может и Ольга Дмитриевна сейчас настоящая из реальной жизни? Просто нас подкалывает немножко. Что типа в этот раз уже надо ехать? Нет, это точно не входит в мои планы. Как бы там ни было, но появился шанс выбраться отсюда. Пусть даже таким дурным способом. Может просто усыпили Семена? И он несколько дней проспал или что? Я медленно поплелся к остановке. Перед автобусом столпился весь лагерь. Все ждали вожатую, ведь не в ее правилах следовать своим собственным правилам. Ой, а что с тобой случилось? Участливо поинтересовалась пионерка из медпункта. С тобой все в порядке? Может пластырь дать? И Лена, и Славя ведут себя как обычно. Ага, еще подорожник приложи. Небось, налакался он и в канаву упал. И Алиса, которую он не пытался изнасиловать в этот раз. А что произошло? Во-первых, почему его хотели убить? Славя его отвела. Специально для того, чтобы он встретился с пионерами и Юлей. Наверное, да? Почему-то Славя была настоящая. Что-то тогда очень резко изменилось, и все его хотели убить. Да что за бред? Может, Юля и пионеры манипулировали этими людьми? Которые живут в лагере, а? Сделали так, чтобы они напугали Семена, чтобы он побыстрее захотел убраться на этот раз? Ну да, кто бы говорил. А вдруг его волки подрали? Если только эти волки местные пионеры. Я просто тихо сидел на бордюре, опустив голову на руки. Уже не хотелось думать о том, что будет завтра. Пойду ли я на новый виток, или все наконец-то закончится раз и навсегда. А может быть, впереди меня ждет что-то другое. Что-то... лучшее. Интересно, ребят, очень интересно. Так, а это мы с Женей уже, да? Когда я проснулся, Женя рядом не оказалась. Наверное, уже ушла по каким-то своим делам. И вот сдалась ей вся эта игра в пионеров, ей-богу. Особенно в первую-то брачную ночь. Я потянулся и сладко зевнул. Ну и ладно. Зато смогу сделать ей сюрприз. Нарву цветов в лесу. Не бог весть какой подарок. Но я знаю, она любит ландыши. Никогда не понимал, почему женщинам нравятся цветы. Знаете, немножко странно. Почему никто не удивился, что они остались вместе ночевать? Это же всего лишь игрушка, сценка такая игрушечная. Но вместо этого Славя... Она со Славей живет, да, по-моему? Славя пошла спать к Ольге Дмитриевне, да? А мы остались с Женей. Почему не крапива тогда или борщевик? Ведь это тоже растения, и хороши они в своей естественной среде обитания, а не в горшках и вазах. Но, наверное, потому что цветы гораздо красивее, нет? Впрочем, какая разница, если каждый раз, когда я дарил Жене ландыши, ее лицо озарялось лучезарной улыбкой. Конечно, может быть, дело не только в самих цветах. С букетом в руках я вбежал в библиотеку, громко распахнув дверь. За столом библиотекаря сидела хмурая Алиса и лениво листала какой-то журнал. «О, новобрачный приперся!» Пробурчала она, глядя из-под лобья. «Привет, а Женя где?» «Не знаю, попросила меня тут посидеть за нее, а сама куда-то пошла». «Ну да, моя Женя может даже Алису уговорить». «Ну ладно, тогда я...» И что-то она совсем не сияла от счастья. Бросила Алиса мне вслед. «Куда же пошла Женя?» «Может, тоже решила сделать мне сюрприз?» «Да нет, сюрпризы не по ее части. Наверное, просто время завтракать». Слушай, что-то у меня какое-то предчувствие очень нехорошее. Вот, серьезно. И почему две эти временные истории смешали? Это как-то связано? Ну, ту историю он все время рассказывал Жене, да? И, по идее, да рассказывал ее до конца, даже если это сейчас не показывают. «Я пошел». «Нет, побежал в столовую». Внутри весело галдели пионеры. Весело же стучала посуда. Даже обычная хмурая повариха оказалась сегодня необычайно веселой. Я заметил Славю и подошел к ней. «Привет, ты не видела Женю?» Славя посмотрела на меня удивленно, потом слегка смутилась и отвела глаза. «Она, кажется, пошла на остановку». «Зачем? На остановку? Зачем?» «Не знаю». «Тебе лучше спросить у нее самому». «Ты успеешь, если поспешишь». «Какой задницу успеешь? Автобуса нету никакого». «Зачем? К чему успеешь?» «Ну, на остановку, так на остановку». «Блин, я не могу слушать мелодию смерти Елены». «Через минуту я выбежал за ворота лагеря». «И увидел Женю, стоящую возле дороги. Ее взгляд был устремлен куда-то далеко к горизонту, за поля и леса, вслед яркому летнему солнцу». «Странное выражение лица, в котором слились и грусть, и ожидания, и томление. Но в то же время Женя выглядело совсем не так». «Я не узнал ее». «Ребят, она стала пионером, нет?» «Эти два временных отрезка, они по-любому как-то связаны». «Лучшие?» «Нет, в это поверить я могу еще меньше, чем в то, что завтра я вернусь в реальный мир». «Может быть, раньше было лучше?» «Кажется, тот пионер говорил, что я многое забыл». «Только вот что именно». «Привет». «А я тебя искал». «Это прозвучало глупо, а мой голос заметно дребезжал. Просто надо было что-то сказать, и я натянул фальшивую улыбку и попытался говорить приветливо». «Что тебе надо?» «Холодно», — ответила Женя, не оборачиваясь. «Я проснулся, а тебя нет, вот и...» «Женя резко развернулась и сверкнула глазами». «Я уезжаю», — сказала она неожиданно спокойным голосом, тоном. «Куда?» «Домой». «Здесь же не ходят автобусы». «Какие к черту автобусы?» «Ходят». «А я вот принес тебе». «Я дрожащей рукой протянул Жене букет, который тут же полетел на землю». «Не нужно мне от тебя ничего. Ты вчера...» «Знать тебя не хочу. Не понимаю, что на меня нашло, но уверена, что во всем ты виноват». «Настоящая Женя покинула это тело». «Твою мать!» «И Семен опять один в окружении кукол». «Ой, как это грустно!» «В чем?» «Во всем!» «Свадьба эта дурацкая! И то, что было ночью!» «Но мы ведь договаривались. Ты сама этого хотела. Помнишь, еще пару недель назад?» «Пару недель назад я тебя даже не знала.» «Боже, как Семена судьба-то поторепала!» «Сколько было драмы то», Знаете, после сцены смерти Лены Это самая драматичная сцена в игре Да, наверное, все началось именно тогда Или продолжилось, уже наплевать Я решил, что могу быть счастлив с Женей Она исчезла так же, как и появилась Внезапно Погоди, так Так виток с Женей был еще до этого? А почему тогда он про этот виток рассказывал Жене? Ничего не пойму, вообще ничего не пойму Это ведь прошлое должно быть А с Женей настоящее, получается нет Получается наоборот, сейчас настоящее, а с Женей прошлое Я решил, что могу быть счастлив с Женей А она исчезла так же, как и появилась Внезапно Женя, сидящая не в библиотеке А на крыльце столовой Это было так давно Однажды я уже потерял надежду Перестал быть человеком Но потом встретил ее И жизнь как будто дала мне второй шанс Пусть даже и в этом странном мире А теперь Славя тоже стала настоящей А потом она ушла И спустя бесконечность циклов Я все забыл Я стал прежним И вновь перестал быть собой Может быть Он был прав? Что ты такое говоришь? Мы знакомы уже Я даже не знаю, как давно мы знакомы Я с тобой не знакома И не собираюсь знакомиться Знать тебя не хочу Но подожди Мы ведь... На меня вдруг накатила Внезапная слабость И я опустился на колени Чтобы не упасть На безымянном пальце Правой ноги Горело Ой, господи Ноги Правой руки Горело обручальное кольцо Я буквально физически чувствовал Его жар На! Забирай! Женя достала что-то из кармана И швырнула в меня Пойду пешком Я покрутил в руках Тоненькое золотое Обручальное колечко И заплакал Так, как никогда не плакал раньше Ни в этом Ни в прошлом мире Ну, наверняка В мире Лены Ты тоже Поплакал так Нормально Боже мой Какой кошмар, а Какой ужас И тогда все закончилось В смысле все надежды, да? Навсегда Наверное, во мне все же оставалось что-то человеческое Поэтому я и решил все забыть Чтобы окончательно не сойти с ума Тогда неудивительно, что он начал убивать всех вокруг И насиловать И сбивать До полусмерти Просто неудивительно Но теперь воспоминания вновь со мной А с ними вернулась и боль Не та острая Притупившаяся со временем Но все еще разрывающая на части Как будто меня растерзали на куски И остался только небольшой Кулачок плоти По странной случайности Наделенной сознанием Хорошо, давайте все разложим В хронологической последовательности Вначале был Семен Первый его виток Он больше ничего не знал Потом У него начали повторяться витки Как и у нас Потому что он был таким же, как и мы Но этого не помнил, да? Потом, вероятно, все-таки появился город И он должен был уезжать У него было два пути Или он вернется в реальность И встретится со всеми девочками В реальной жизни Или же решит быть с Юлей И они поедут с Юлей отсюда И тогда будет то ли сумасшествие То ли черт его знает Чем все тогда закончилось Но он выбрал третий вариант Он тогда рассорился с Юлей И решил сам остаться в лагере Когда все взяли и уехали Так или нет? После этого у него начали повторяться витки И все было точно так же, как и обычно С одной оговоркой Он теперь все помнил И так он проживал раз за разом Он потерял надежду Вернуться в реальный мир И не доверял Юле Почему-то он вообще никогда Не уезжал из лагеря И даже не пытался Потому что он всеми силами Не хотел быть похожим на Того новичка-пионера Ну так он же знал Что возможно он выберется Я тогда вообще не понимаю его логики После этого Он начал встречаться И с другими пионерами И с тем новичком И начал просто над ним прикалываться Он его не взлюбил Да? Новичка этого самого И просто уже не верил Что существует какая-то надежда А потом просто ему уже И не хотелось в реальный мир И он просто жил 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 И еще раз жил Все повторялось одинаково И потом в его жизни Появилась Женя Вот эта вот сцена Потом Женя пропала И снова огромное количество Витков В которых он стал жестоким Забыл все то, что было Потому что так безопасней И вот последнее Из того, что было Это снова появление пионеров Которые уже давным-давно исчезли Вот И Юля Снова, да? Которые хотят Чтобы он уехал И странное поведение Пионеров Хотя казалось бы Все циклы уже должны были Закончиться И он здесь один вообще Уже не должно здесь Ничего нового происходить То есть получается Женя каким-то образом Снова попала в совенок Тогда как раньше Она уже должна была проснуться Ну в ее-то мире Нет, точнее ее сон Смешался со сном Семена Только что А сейчас славя Настоящая стала Как когда-то была Настоящая Женя Короче, честно говоря Вопросов очень много Остается Вы опять же напишите Я подразумеваю Подозреваю Что сейчас уже Наверное Концовка будет Как будто Меня растерзали На куски И остался только Небольшой клочок плоти По странной случайности Нателенный сознанием Не целая И даже не часть целого А всего лишь Досадная случайность Допустимая ошибка В безупречном управлении Этого мира Уравнение Не грусти, брат Ко мне подсел Какой-то пионер Это опять ты Кто я Да какая уже К черту разница Ты, он, этот, тот Вы все на одно лицо Пионер ничего не ответил Лишь усмехнулся Пришел поиздеваться Лучше бы вы меня Тогда убили Но ты ведь Все вспомнил На толку Вспомнил И от этого только хуже Зачем это было важно Вспомнить И что с тех пор изменилось У него До Жени были витки И теперь опять Витки продолжились Что так Радикально изменилось Ты сам во всем виноват В чем В том, что тогда Хотел помешать тебе Уехать вместе с ушастой Я же знаю Что в том Автобусе Был именно ты А он сейчас Общается с тем Семеном За которого мы играли Нет? Только почему Он снова здесь? Ведь для него Этот цикл Закончился И он уже никогда Не должен был Увидеть этот сон Но он снова вернулся Чтобы увидеть Этого пионера Который гораздо опытнее его Так ведь? Лицо пионера Оставалось бесстрастным Может быть я А может и нет Какая сейчас разница? То есть ты Выбрался И вернулся Только чтобы Поиздеваться Надо мной А разве ты сам Так не делал? Ой Избавь меня От своих Морализаторских Нравоучений Ради бога Каким образом Он вернулся Интересно Помочь ему? Он наверное Вернулся Помочь ему А разве он мог Сам по себе Погоди Так-то что значит Выбрался? Неизвестно Куда он попал Семен В концовке с Юлей Мог выбрать Любую из девушек Но где он просыпался? Я стоял На коленях И смотрел Вслед медленно Удаляющейся Жени Представьте как ужасно Вы кучу времени Обсуждаете Что будет дальше Когда вы вернетесь В реальный мир Полюбили друг друга И тут она просто Внезапно исчезает Как же это ужасно Вот она скрылась За поворотом Ее больше не вернуть Впрочем Я знал Что это уже Не Женя Моя Женя Исчезла Еще вчера А это Бездушная кукла Лишь похожая На нее Но похожая Настолько Просто сказка Не могла Длиться Вечно Может Она действительно Проснулась А Семен Остался здесь спать Только из-за того Что вел себя Настолько нагло Этот мир Настоящий ад А я в нем Демон А демонам не суждено Познать счастье Он просто Начал все крушить И он понял Что этот мир Его личный И пошло все С самого начала Ты мог повести себя По-другому Ведь многие Все сделали правильно Совсем не так Как ты И подобные тебе Ну да Они выбрались И теперь живут Счастливо Вместе со своими Куклами В реальном мире Ухмельнулся я Ты считаешь Что твоя жизнь Лучше Он сделал Ударение На слове Жизнь Если ты Во всем Виноват Если ты Забрал у меня Женю Кстати Вполне возможно Он ведь Цикл нарушил Только когда Это все было Боже У меня время Путается Она проснулась В реальном мире Они с ней Тоже встретились Потом Но погоди Это в гаремной Концовке Внутри Росла ярость Хотелось Наброситься На него И забить До смерти Но я даже Не был уверен Что этот пионер Материален Да и Что бы Изменилось Ты мог бы Быть счастлив С каждой Из девочек Ведь именно Поэтому Они здесь Они все здесь Такого Ответа Я не ожидал Мне кстати В комментариях Предположили Еще задолго До того Как я начал Проходить Историю Одного пионера Что Возможно Каждая из девочек Это Желания Самого Семена Только В разном Настроении В разном Характере Да Ну По разному То есть Разные желания Разные Какие-то Подсознательные Желания Да Мечты Его Славя Такая Спокойная Правильная Алиса Сбалмошная Совершенно Антипод Социофобу Семену Которая Могла бы Его Растормошить Нежная Чувственная Лена Ульянка Веселая Которая Могла тоже Вернуть Его к жизни Все они Были Специально Для него Именно Поэтому Была Возможность С каждой Из них Изменить Свою Жизнь Все Таки Изначально Это было Мое предположение Что Совенок Хотел Чему-то Научить Семена Получается Это так И есть Такого Ответа Я не Ожидал Но ведь Они все Нереальны Здесь Реальны Только Я Ты Все мы И Женя Это только Для тебя В твоем Мире Ты же Знаешь Что Реальностей Много И в каждой Ты сам Определяешь Свою Судьбу Возможно Когда-то Был Всего Один Семен Но в этом Лагере Перед ним Открылась Масса Возможностей Кто-то Смог выбраться И сейчас Живет Счастливо Как ты Выразился А кто-то Застрял Как ты Например Так что Это за место Кто ты Такой Тогда Слушайте Неужели Все вопросы Сейчас хотят Нам Закрыть То есть Чтобы больше Не было Открытых Концовок Хотя нет Вопросы По-любому Останутся Потому что Люди Продолжают Обсуждать Строить Гипотезы Но Многие Вопросы После Этой Концовки После Истории Одного Пионера Они будут Раскрыты Так что Это за место Кто ты Такой Тогда Можешь Считать Меня Вожатым Пионер Улыбнулся Искренне Без доли Издевки И растворился В воздухе От его Слов Мне стало Почему-то Немного Легче Мир В одну Секунду Словно Накрыло Туманом Затем Перед Глазами Сверкнула Яркая Вспышка Я Огляделся И понял Что Исчез Автобус Исчезли Все Пионеры Ну Что Опять Ворота Тихо Скрипнули И я Инстинктивно Спрятался За памятником Пионеру Вы же Помните Этот кадр Погоди Погоди Это сидел Настоящий Семен Здесь А Наверное Просто Тот же Самый Рисунок Использую Здесь Никаких Нету Аналогий А может И есть На остановку Вышел Семен Один Из Семенов Но Выражение Его Лица Мне Было До боли Знакомо Я Давно Забыл Что И сам Могу Выглядеть Так же Он Долго Смотрел На дорогу Потом Направился Назад В лагерь Не Не доверяй Ему Да Он И был Тем Злым Сказал Я На Автомате Ты Кто Удивился Семен Стой Не Подходи Ладно Стою Ты Видел Его Разговаривал Ты О ком Вообще Ты Знаешь Да Что Он Тебе Сказал Ничего Особенного Он Давал Тебе Советы Говорил Как Себя Вести Угрожал Подожди Как раз Сейчас Семен За которого Мы Играем Он Отыгрывает Роль Доброго Пионера Нет Кажется Это Именно Добрый Говорил Семен Вруте Одиночества Нет Ничего Такого Конечно Он мне Показался Весьма Странным Но Не Более Того Запомни Он Может Быть Не Один Точнее Он То Один Но Ты Можешь Встретить Здесь Множество Похожих На него Пионеров А Ты Кто Сам И От Кого Прячешься Ты Поймешь Но Этот Семен За которого Мы Играем Получается Он И Уговорил Семена За которого Мы Играли Раньше Пойти В лес А не ехать На автобусе Да И это Все Плачевно Закончилось Со Временем Помни Главное Найти Выход Вдруг Поднялся Настолько Сильный Ветер Что С деревьев Полетели Листья Перед Глазами Опять Сверкнула Та же Вспышка Или Он Он Это Все Вспоминал Нет Это Он Наверное Вспоминал Да Все Что Было Может Быть Еще Даже До Жени Ну Скорее Всего Это Было До Жени Мне Что Так Кажется И Через Мгновение Словно Из Ни Откуда Вновь Возник Автобус И Пионеры Не Знаю Зачем Я Все Это Сказал Ему Просто Посчитал Это Правильным Если Бо Я Помнил Что Такое Угрызение Совести И Раскаяния То Возможно Это Именно Они Пионер Должен Быть Всегда Готов Знакомый Голос Прозвучал Как Гром Среди Ясного Неба А Знакомый Шлифок По Спине Вывел Состояние Груги Передо Мной Стояла Женя Я Сейчас Расстрогаюсь Я Сразу Понял Моя Женя А Не Кукла Но Как Только И смог Прошептать Я Я Не Знаю Она Улыбалась Но Ее Голос Дрожал Тогда После Свадьбы Я Проснулась В другом Мире И Уже Думала Что Потеряла Тебя А потом А потом Было Столько Витков И Я Почти Забыла Она Вернулась В свой Сон Вот и Все Как И Он Для Нее Семен Начал Отвергать Она Говорила Ну Как Же Так Мы Же С тобой Мечтали О Будущем А Он Говорит Что Я Тебя Не Знаю Прости Тихо Сказал Я Прости Меня За Все Но Это Ничего Потом Пришел Он И Сказал Что Сможет Провести Меня В тот Мир Где Ты Сейчас Ребят Я Не Ожидал Что Будет Еще Более Трогательная По крайней мере Точно Не Менее Трогательная Концовка Чем С Леной Плохая Но Я Сейчас Даже Нормально Читать Это Не Могу Только Это Теперь Уже Хэппи Энд Потом Пришел Он И Сказал Что Сможет Провести Меня В тот Мир Где Ты Сейчас Сначала Я Не Поверила Но Вот Я Здесь Я Вскочил И Сжал Женю В своих Объятиях Прости Я Забыл Забыл Все Забыл Тебя И Сделал Столько Плохого Я Не Верил Не Надеялся Прости Уф Забыл Задуш Женя Высвободилась Из Моих Объятий Но Теперь Я Здесь Значит Все В Порядке Сказала Она Сквозь Слезы Как И они Теперь Умчатся Семен Решил Его Просто Вытащить Отсюда И Дал ему Смысл Возвращаться В реальный Мир Женю Которая Тоже Там Существует Пускай Это Один Из Альтернативных Реальных Миров Ведь В Одном Мире Семен Может Быть С Алисой В Другом Мире Он Может Быть Со Славей Так Ведь А у Этого Семена Будет Своё Счастье Он Больше Никогда Не Встретится Со Своими Клонами Потому Что Они Живут Совершенно Других Альтернативных Реальностях Но Он Будет Всегда Благодарен Улыбнулась Она Эй Садитесь В автобус Вы Двое Недовольно Кричала Ольга Дмитриевна Как же Это Прекрасно Автобус Мирно Действительно Знаете Какой Хэппи Энд Когда Все Счастливы Все Смеются Плачут Все Дела Я уже Полагал Что Действительно Очень Трудно Какую Истинную Получить Хорошую Концовку Но Нет Автобус Мирно Подпрыгивая На кочках Медленно Ехал В сторону Райт Центра Или Куда Он Там Едет На самом Деле Знаешь Я Просто Не могу Поверить Что Все Это Наконец Закончится За Последнюю Неделю Я Пережил Столько Всего Вот Так Всегда Тебе Самое Интересное Надулась Женя Не думаю Что ты Хотела бы Поменяться Местами Да Уж Я могу Представить Только Все равно Это Интереснее Чем Дни Направлёт Просиживать В библиотеке Странное У тебя Понятие Об Интересности А ты А ты Уже Думал О чем А А ты Уже Думал Что Будет Потом Завтра Наверное Надо Как-то Встретиться В реальном мире Да Точно Сейчас Атрис Свой Запишу Ну Да Ты еще Письмо Отправь Я Глупо Улыбнулся Я Запомню Говори Мы Отменялись Жене Атрисами И телефонами А представьте Забыть Такое Странно Почему нам Раньше Не приходило В голову Этого Сделать Наверное Мы И не надеялись Выбраться Из этого Мира И просто Не хотели Вспоминать О прошлой Жизни Женя Женя Тоже Особо Ни с кем Не Контачила Да Поэтому Все Встретились Потом В реальной Жизни А Женя Продолжила Спать Так же Как и Вот эта Версия Семена Просто Все Двойники Решили Подарить Этому Счастье А как Оно Будет Как Думаешь Как Обычно Мы Просто Заснем Женя Женя Обняла Мою Руку И Прижалась Всем Телом Надеюсь В конце Концов Это Не Самый Плохой Вариант Даже Один Из Лучших Я бы Сказала Женя Зевнула И Закрыла Глаза Спокойной Ночи Увидимся Я Ничего Не Ответил И Лишь Продолжал Смотреть В окно Да Пролетающий Мимо Ночной Пейзаж Я Почему-то В этот Раз Уверен Что Все Будет Хорошо И Мы Действительно Встретимся Потому Что Тут Приложили Руку Все А Не Только Вымышленный Совенок С Только Известными Ему Правилами Лагерь Совенок Остался Позади И Я Больше НИКОГДА Туда В этом Я Был Уверен Однако Он Всегда Будет Частью Моей Жизни Там Я Изменился Изменился Несколько Раз По Сравнению Со Временем Проведенным Там Жалкие 50-60 Лет Что Мне Предстоит Прожить В реальном Мире Кажется Мгновением Но Я Обязательно Проживу Как Настоящий Человек Да Наверное Ты Действительно Плохой Как Говорил Тот Пионер Пробурчала Женя Сквозь сон Что Ничего Спи уже Засмеялась Она И больно Ущипнула Меня Но Я уверен Что тот Пионер Это тот Самый За кого Мы Играли До этого Несмотря На то Что Этот Его Обманул Да Не раз И в Плохой Концовке И одиночества Я Так И не Понял Что там Произошло Кто-то Кого-то Убил Просто Начался Другой Виток Который Продил Много Новых Пионеров Которые Уже Ни во что Не верят Наверное Все таки Не знаю Про Одиночество Все более Менее Понятно Но Что с Истинным Рутом Что там Было С автобусом И с Ушастой Они Взяли Разругались Другие Эти Пионеры Короче Вопросов Много По-прежнему Остается Но Все таки Конечно По крайней мере Те догадки Которые были Они По крайней мере Укрепились Интересно Что чувствовали Другие На моем месте Такую же Потерю Ориентации В первые Мгновения Чувство Тревоги Даже Паники Но они Хотя бы Столько Времени Не проводили Как ты И хотя бы Не помнили Свои Предыдущие Витки А у тебя То Времени Ох Как много Прошло Я Вернулся В свою Старую Квартиру Но не узнавал Ничего Вокруг Себя Действительно Такое ощущение Как будто Оказался В доме Где жил Много Много Лет Назад Вроде бы Все на своих Вестах Но ты уже Ничего не Помнишь Тебе просто Кажется Что так И должно Быть Да Я Я Думаю Получается Если Приплюсовать Все Витки Вот По Семь Дней Да Раз За Разом Получается Он Несколько Лет Вообще Провел В лагере Наверное А может Быть Вообще Действительно Много Лет Я Уже Забыл Какое Было Число Когда Я Исчез Из Этого Мира Да И в Годе Не Уверен Но На Улице Зима А Значит Здесь Прошло Не Так Уж Много По Времени Да Мне Теперь Не Семнадцать Лет Но И На Свой Реальный Возраст Я Не Выгляжу Тоже Получается Все Прошло Нормально Переход Случился Без Последствий Женя Я Бросился К столу И Трясущейся Рукой Стал Записывать Адрес Телефон Блин Как я Рад Что Он Не Забыл Как Я Рад Конечно Я Никогда Бо Не Смог Их Забыть Но Лучше Подстраховаться Ну А Что Дальше Как Вообще Устроен Этот Мир Здесь Совсем Другие Законы Как Отвык Вообще Можно Отвыкнуть От Всего Этого Не Понимал И Раньше А Теперь Я Вообще Словно Новорожденный Которого Заставляют Жить Взрослой Жизнью Впрочем Это Все Потом А Сейчас Надо Найти Женю Знаете Это Хэппи Энд В стиле Каких-то Дешевых Женских Романов Когда Очень Легким Способом Из тебя Выбивают Слезу Но Это Настолько Трогательно И Классно Сделано Что Я даже Не Против Что Это В стиле Женских Романов Дешевых Просто Это Очень Все Круто Реализовано Дзин Дзин Кто-то Тебя Опередил В Дверь Позвонили Люди Мелькнула Мысль Реальные Люди Не Пионеры Но Надо Открыть Ничего Не Поделаешь Я Вернулся И Теперь Мне Предстоит Жить В Этом Мире Я С Трудом Подошел К Двери Медленно Открыл Замок Схватился За ручку И Замер Ну Долго Мне тут Стоять Симпатичная Я Рывком Распахнул Дверь И Увидел Женю Она Выглядела Почти так же Как и в Лагере Но Как Ты же Помнишь Что я Всегда Появлялась В лагере На неделю Раньше Тебя Вот И Назад Я Вернулась Раньше Я Забыл Про Совенок Забыл Про Реальный Мир Главное Что Мы Снова Вместе Я Подхватил Женю На Руки И Отнес В Комнату Ну Так И Будем Стоять Да Прости Женя Легко Спрыгнула На Пол Сейчас Подожди Это Надо Сделать Сразу А А то Потом Может Быть Не До Того Она Хитро Улыбнулась И Начала Рыться В сумочке Дай Руку Кольца Купила Я Протянул Ей Правую Руку И Женя Надела Мне На Палец Кольцо Совсем Простое Как Тогда В Лагере А у Нее На Пальце В Тусклом Свете Пыльной Люстры Блестело Маленькое Золотое Колечко Наверное Это мне Стоило Кольца Купить Ну Судя По Убранству Твоего Лежбища Не похоже Что у Тебе Есть На Это Деньги И Мы Засмеялись Искренне От Души За Окно Падал Настоящий Снег Белый Пушистый Темноту Ночи Разрезали Тысячи Огней Большого Города Который Пел На Сотни Голосов Напоминая Что мы Все еще Живы И Все еще Вместе Я Нежно Провел Рукой По щеке Жени Теплое Настоящее Ведь Теперь Ты Не Исчезнешь Ну Уж Будь Уверен Ты Мне Еще За Кольца Должен Я Заключил Женю В Объятия И Поцеловал Так Как Никогда Прежне Не Знаю Чувствовал Я Еще Так Датфил Хоть Когда Либо Если Нет Идеальное Качание Истории То Я Просто Не Знаю Как Оно Просто Не Знаю Вот Так Вот Оно Окончание После Такого Я Даже Не Хочу Задумываться Обо Всех Загадках Которые Так И Остались Неразгаданными Я Их Забыл Я Их Попросто Забыл Я Знаю Что Настоящее Теплое Рядом С тобой Боже Что Эта Игра Со Мно Делать Короче Я не знаю Правильно ли будет Сравнивать это С какими-то Другими Концовками Но На данный Момент Мне почему-то Кажется Что Эта Концовка Даже Более Эмоциональна Чем Плохая Концовка Лены Опять же Если бы Плохая Концовка Лена Была У меня В первый Раз И Все Эти Сцены Я видел Впервые То Наверное Она Бы Как Минимум Не Проиграла Этой Но Здесь Все Было Для Меня Впервые Здесь Было Все По Другому Не Так ли Поэтому Давайте Оставим Загадки Тем Кто Хочет Их Разгадывать Я Сейчас Этим Совершенно Не Хочу Заниматься Возможно Я Еще Почитаю Теории Вы Мне Напишите В Комментариях Что Думаете По Поводу Всего Произошедшего Но Это Сейчас Не Самое Главное Самое Главное Что Даже Такого Как Этот Семен Вытащили И Это Правда Это Реальный Мир Пускай Альтернативный И у Каждого Будет Свой Реальный Мир Со Своей Девушкой А Выбор Тобон Какой Большой А Вопросы Думайте Господа Думайте Если Вам Этого Хочется Теперь Я Могу Официально Попрощаться С Совенком Да Я Буду Записывать Моды Они Пойдут Уже В Одельный Плейлист Но Это Просто Идеальное Окончание Истории И Я За Это Пожал Руку Рити И Вообще всей Команде Потому Что Эта Концовка Она Превзошла Все Мои Ожидания Я Не Ожидал Что Будет Настолько Сильно Не Ожидал Оставайтесь На Линии Друзья Нас Ждет Еще Много Интересного Редактор субтитров